Друзья, всем привет! Сегодня 14 мая, понедельник, и у нас сегодня будет свеженький заезд. Обо всем сегодня поговорим по порядку. Смотрите, совсем недавно, на прошлой неделе, мы сделали дружеский заезд Toyota Camry. И чего я там только не начитался? Якобы я на своей Mazda 6 был имитатором, симулятором, обманщиком. Подкупил владельца Toyota Camry, чтобы он нажимал на газ чуть позже. Я залил сюда 98-й, он туда залил 95-й. Это тоже нечестно. В общем, все ваши комментарии прочитаны, все учтено. Тем не менее, друзья, хочу подчеркнуть, что это просто-напросто дружеский заезд. Мы не пытаемся ничего делать, показать, что это гонка, это не гонка. Два овощных относительно автомобиля у нас сегодня, и мы попробуем разогнаться и посмотреть, кто из них первее. Потихонечку переходим к делу. Значит, в левом углу у нас Mazda 6, 2 литра, 150 сил. Здесь мы останавливаться особо не будем, потому что про этот автомобиль я прям детально рассказал, когда мы делали заезд Toyota Camry. Поэтому ссылку на этот заезд оставлю в описании. Всем, кому интересно, кто с ней не знаком, заходите, смотрите, чтобы два раза не повторять одно и то же. А в правом углу у нас Opel 2012 года выпуска. Куплен автомобиль был в 2013 году. Два владельца по ПТС. Пробег у этого автомобиля 57 тысяч километров. Давайте откроем капот и кратенько вам расскажу, что скрывается под ним. А под капотом нас встречает бензиновый двигатель объемом 1,4 литра. Работает он в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Естественно, здесь стоит турбина. Крутящий момент здесь 200 ньютон-метров. Степень сжатия 9,5. Смотрите, вес автомобиля, если запрыгнуть в интернет, тонна 373 килограмма. По документам, одна тонна 615 килограмм. Вот для того, чтобы все было честно, смотрите, мой автомобиль тонна 450 килограмм. Но нас будет в нем три человека. Я и еще два человека, это примерно плюс 110 килограмм. Таким образом, плюс-минус по весу, наши будут автомобили равны. Рассказывать про ломучести двигателя, рассказывать про ломучести опеля мы не будем. Сегодня мы делаем только заезд. Автомобиль питается 95-м бензином, владельца заправляет 95-й экта. Оба автомобиля на 19-х колесах. Резина у меня 225 на 45, у него резина 235 на 45. В общем, больше здесь говорить по сути нечего. Какой двигатель вы видите, он не чипованный. Нам нужно отправляться только на заезд. Есть паспортные данные, паспортный разгон 9,9 секунд. Максимальная скорость 201 килограмм в час. Сейчас в инстаграме канала происходят споры, баталии. Одни пишут то, что Opel уедет. Другие говорят, Mazda будет вытягивать на скорости больше 100 километров в час. Другие же говорят, блин, будут идти нос к носу. Кто-то говорит вообще, как владелец ее разгонит на механике, так она и поедет. Говорить больше здесь нечего. Мы садимся по машинам, отправляемся на финишную прямую и там мы сделаем заезд. Поехали! Итак, мы приехали на место. Некоторые писали, что не самое удачное место, а опасное. Друзья, смотрите, очень хорошая дорога. Она просматриваемая. Две полосы в одну сторону, две полосы в другую сторону. Нет камер. Дорога идеальная. Соответственно, в первую очередь у нас безопасность. Если вдруг кто-то впереди выезжает, мы, естественно, тормозимся. Поэтому будем предельно аккуратны. Ну а с вашей стороны писать жалобы там в ГИБДД не нужно. Будем по-честному. Просто дружеский заезд. Готов? Раз, два, три. Зеркало показывает. 120 идем. 130. Он в целом держится на одном и том же месте. 140. Ну я ухожу. 150. Все, я на взлет. У меня уже 160. У меня сейчас уже 170. 180. Все. Ну что, первый заезд, получается, взял я. У него механика. Я думаю, возможно, там, наш заволновался. Все-таки первый раз тоже человек участвовал в такого рода заездах. Сейчас посмотрим. Сейчас мы сделаем еще 3-4. Значит, как я ехал? Просто включил курсовую устойчивость. Не включал режим спорт. Мы приехали на второй круг. Я сейчас сразу коробочку свою перевожу в режим спорт. Понятное дело то, что на Мазде ничего вау, грандиозного не будет. Тем не менее, будет чуть-чуть задерживаться передача. Ну, посмотрим. Считай ты. Давай, раз, два, три. Блядь, что-то у меня задержка прям вообще была большая. У меня просто задержка прям большая. Смотри, ну, не знаю. Вот мы идем на равняках, да? Ну, все. Я уезжаю. То есть, ходом, по сути, даже, по сути, если ходом смотреть, манточка моя берет. А, нет, смотри, догоняет, догоняет, да? Смотри. На 160 догоняет. Блин, ну, догоняет на 160 все-таки. Вот сейчас уже интересно, да, получается. До 160 условно я шел. Он ушел первый вперед, но, тем не менее, начал догонять. Если бы сейчас мы могли бы разогнаться до 200 километров, я думаю, Opel бы ушел. Да не то, чтобы даже думал, было видно то, что он начинает меня уже, собственно, накобенивать. Так, сейчас, короче, попробуем с 40. Так, он подъезжает. Сколько у тебя, 40? Давай. Вот он, блядь, а смотри. Вот он за счет того, что он переключается. Не, ну, Мазда все равно тянет. Молодец, молодец. Давай, давай, моя детка, давай. Тойота дротчеры мне скажут, что я ее нахваливаю прям. Ну, пошла, смотри, на 160 уже я делаю, да? Ну, все, он оттормаживается, видео начал. Ты снимаешь? Давай. Раз, два, три. Вот сейчас вровень даже стартанули. Девяносто. Вот на 90 я, короче, начинаю уходить. Вот держится. Сейчас по один начнет догонять, нет? Догонять начинаю, смотри. Потихонечку подходим к завершению. Сейчас выходим в обратную сторону и попробуем еще раз ходом. Так, как раз народу никого нету. Смотри, он стоит справа. Переходи на ту сторону. Снимай. Снимай. Вот за счет того, что он переключается долго. 150. Смотри-ка, пошел. Ну, я его держу. Я его держу. Все. Я оторваюсь. Просто уже дальше камера. Ну, на самом деле, интересненько, да, получается? То есть, ну, не банально так. То, что он плюс-минус, он, видишь, он, например, порой подхватит. И все, как бы мы вровень идем. Либо же я срываюсь чуть вперед, потом он догоняет и уже так уверенно начинает обходить. У нас вот так вот плюс-минус вровень. Блядь, ебаный в рот, я просрал. Ну, ладно. Я, короче, вот на самом деле просрал. Но, тем не менее, пусть даже так интереснее будет, да? Я надеюсь, он жмет ствол. Ну, как так получается, смотри. Вот 160. Ну, как вот он до этого только что уходил? Он притормозил, когда пропускал машину. Думаешь? Я видел по стопакам. По стопакам притормозил. Итак, друзья, пришло время делать выводы. Ну, смотрите, вы все видели сами. На самом деле такая спорная ситуация получается. И уверен, многие напишут, скажут, вот водитель на механике, немного не справился, не так втыкал, надо было покрутить. Мне-то что здесь делать? Вот я сижу, на газ только жму, то есть мне, знаешь, на газ чуть меньше жать смысла никого нет, давил всегда в пол. Единственное, пару раз бывало такое, тоже сбиваешь там раз, два, три, потом раз нажимаешь. Ну, последний раз я как минимум точно затупил. Тем не менее, что я думаю, вы все заметили, что когда мы едем ходом, прям отчетливо видно, когда он начинает переключать передачу, за счет этого, вот этой доли секунды мы однозначно выиграем, потому что мы летим, проигрывает. Опять же, обратите ваше внимание, то, что в процессе гонки получается такая ситуация. То мы едем, например, 120, 130, 140, и тут он раз начинает нас нагонять, и на 160 он начинает вырываться вперед. Соответственно, если в этой ситуации мы бы были на трассе и могли разогнаться до 200, то я думаю, Opel бы, ну что тут думать, Opel бы ушел вперед. В тот же самый момент мы едем в обратную сторону еще раз, все то же самое, он также жмет газ в пол. Мы уходим, и он нас догнать не может, мы разогнаемся там 107, 180, тем не менее, он не может догнать. Что, как, ну, друзья, все на ваш суд, я знаю то, что комментариев будет много, вы выскажите ваше мнение, поэтому всех приглашаю. Говорите о том, что я считаю, что Mazda выиграла, я не буду, все должно быть объективно, мы разгонялись, пару раз я вырывался вперед заметно, но пару раз и Opel тоже на скорости нагонял меня. Опять же, у него механика, соответственно, человек молодой, возможно, где-то он чуть-чуть рано начал переключаться здесь, а выводы делать не буду. В любом случае, хочу сказать следующее, мы находимся в области, город Кашира, здесь мы делаем заездики, все те, кто хотят сразиться, приехать, честно, друзья, приглашаю. Поэтому выводы остается сделать только вам, Opel Astra, Mazda 6, заезд прошел, жду всех в комментариях. Хочу обратиться ко всем, кто живет в Москве и Московской области. Если вдруг кто-то из вас купил новую Toyota Camry, неважно в какой комплектации, готов предоставить ее на обзор, заснять автомобильчик, покататься на нем вместе с вами, с водителем, обязательно пишите мне в личные сообщения. Все контакты для связи со мной находятся в описании. Дилер мне машину не дает, либо же дает при условии того, что рядом будет стоять менеджер, который будет контролировать каждое мое слово. Это будет не объективно, поэтому как только кто-то из вас купит, я на связи. Друзья, ну а на этом у нас все. Обязательно подписывайтесь на инстаграм канал, подписывайтесь на сам канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, обзывайтесь, высказывайте ваше мнение полностью в комментариях. У нас на этом все. До новых встреч. Всем пока-пока.